Всем привет! Продолжаем отвечать на вопросы. И следующим вопросом у нас был что такое сериализация? Для чего она, где она применяется и т.д. и т.п. Итак, сериализация программируя это процесс перевода какой-либо структуры данных в последовательность битов ну, а по обыкновению в последовательность байт. Обратной к операции сериализации является операция десериализации то есть восстановление начального состояния структуры данных из битовой или байтовой последовательности. Сериализация используется для передачи объектов по сети и для сохранения их в файлы. Вот, кроме всего прочего, сериализация может использоваться для передачи объектов между различными приложениями написанных на разных вообще языках но которые являются общей частью какой-то системы и это даже на одном компьютере то есть разные приложения могут обмениваться друг с другом данными примером таких приложений либо технологий являются Ком, либо Кобра а вот подобные где у нас различные приложения различные библиотеки обмениваются друг с другом данными вот, а эти приложения написаны на разных языках вот ну и давайте коротенький пример сериализации, да к примеру, у нас есть какой-то юнит у него есть жизни, мощность, координаты а координаты это еще один тип данных вот, короче это все хорошо пока мы вот на этом компьютере работаем, играем или еще что-нибудь и у этого объекта объекта этого типа есть данные и они располагаются в оперативной памяти дальше хотелось бы это сохранить в файл ну, к примеру можно поступить следующим образом открыть файл и построчно туда это все записать каждую каждый член этой структуры, да фигня ну, не всегда это подойдет таких объектов много может быть много файлов можно это в одну строчку все записать но потом это все парсить и т.д. и т.п. ну, короче, не совсем удобно вот второй вариант передать все это добро то есть это у нас один компьютер и по сети передать состояние этого объекта другому компьютеру то есть, как-то надо передать конечно же, можно опять-таки передать этот файл что опять-таки даже не знаю у таких людей я бы сказал нет ничего святого поступать так хотя на самом деле все зависит от задачи но, короче можно поступить следующим образом использовать сериализацию к примеру вот у меня есть структура unit serialization ну, класс какой-то да, и у нее есть два две открытые функции serialize то есть мы какой-то объект сериализуем и на выходе получаем массив byte и вторая функция которая получает этот массив byte и на выходе дает этот готовый объект то есть с нужными состояниями так вот в данном случае я просто беру каждое значение addint это у меня просто добавляет в этот массив байты да то есть это массив byte смотрим addint и я беру то есть помощь то есть это как пример придираться не надо это в общем для понимания да то есть это такой образовательный пример короче я беру какое-то некое значение и добавляю в этот массив то есть так как я принимаю int значение ну обычно int имеет 4 байта обычно вот ну в большинстве случаев вот и я упаковываю то есть я беру по байтово то есть двигами по байтово упаковываю то есть после этого да этой работы этой функции в массиве сразу же будет 4 элемента эти 4 элемента будут 4 байта 4 байта вот конкретно этого значения после отработки вот этой функции serialize мы получим массив из скольки элементов раз два три четыре пять пять элементов размером int да там это получится 20 20 элементов теперь смотрите у нас есть этот массив его можно сохранить файл раз его можно отправить по сети два ну к какому-то приложению три соответственно отправляется тупо поток байт соответственно этот поток байт нужно же еще распарсить да разобрать та другая программа или там ну короче другая программа для этого она знает к примеру что пришел поток байт вот такой который содержит себе информацию о юнити на где-то на другом компьютере значит она знает что эти 20 байт пришли и знает что там юнит и вызывает эту функцию десер азь и я тут в обратном порядке это вычитываю то есть упаковывал я z y x power health я читаю обратно health power x y z почему а для простоты потому что я беру этот массив байт да упакованный и вычитываю самого последнего байта поп то есть я извлекаю из массива эти байты и формирую то есть вот я прочитал 4 байта а функция эта у меня называется getInt соответственно 4 байта прочитал и сложил их с помощью битовых операций получил нужное мне число вот и вот такая вот десер реализация соответственно другой компьютер получая массив байт и зная что это юнит он спокойно то есть с помощью этой функции восстанавливает состояние объекта и давайте примерим блин примерим блин проверим фух это третья попытка записи к слову да у меня сейчас просто обновление системы идет убунты вот беру записываю потому что больше времени нету ну почему я это говорю а только потому что что-то нужно говорить пока идет процесс сборки вот процесс сборки закончился я запустил не запустил никто не знает по идее запустил прошу прощения за тупеж нажму еще раз ага вот оно все хорошо ну это долго да там сейчас обновляется система е-мое е-мое так смотрим нажимаем f10 ну это я так посоздавал какие-то значения просто запомним там 16 7 7 7 7 health position там 503 там 607 ну вот эти вот значения запомним теперь смотрите теперь смотрите вот какой-то некий это объект который нужно восстановить да нужно восстановить вот эти вот состояния с помощью массива byte теперь смотрите вот я получаю массив byte res res у меня является массивом byte из 20 элементов вот вот этот массив значит из этого массива мне нужно восстановить состояние этого объекта да это может быть я же говорю передача по сети либо мы сохранили файл соответственно закрыли программу туда-сюда пошли там попили кофе поехали на работу легли спать проснулись запускаем программу нам нужно восстановить вот это вот состояние значит читаем файл получаем по сети и передаем этот массив и что мы сейчас должны увидеть здесь полностью вот все вот эти вот значения должны быть во втором объекте нажимаем F10 F10 и получаем все совпадает все совпадает все совпадает все совпадает вот так вот мы и восстановили то есть очень удобная штука и о ней нужно знать второй пример быстренько покажу не вдаваясь в подробности вот был у меня вопрос по поводу там клиент сервера просто самый простенький и как бы передавать эти сообщения друг между другом да к примеру вот есть структурка такая и у нее есть что у нее есть имя отправителя имя получителя и само сообщение вот create message то есть в данном случае просто создается сообщение да заполняется до объекты вот этого типа вот к примеру да там где тут блин вот вот create message то есть мы вот создаем там типа Вася пишет Коля типа есть что вот и вот эти все данные уходят вот сюда то есть объект этого типа заполнен теперь что нам нужно делать упаковать это сообщение как вы заметили это язык си вот упаковываем то есть грубо говоря сериализуем и сериализуем что что это означает мы создаем массив байт в данном случае это выход на выходе у нас указатель наводит ну то есть непонятно на что грубо говоря это поток байт и первые 4 байта это размер сообщения так как когда мы по сети получаем сообщение обычно первыми байтами идут сколько же то есть поток байт мы получили и в первых там 4 байтах обычно размер следующих там данных в данном случае 4 байт это будет размер всего сообщения оно может меняться потому что там есть Вася у него одно имя Петя другое имя там Николай третье имя там и т.д. и т.п. и сами сообщения разной длины понятное дело и дальше первые 4 байта размер всего этого массива дальше следующие 2 байта это размер имя то есть отправителя потом вот это мы прочитали вот эти 2 байта и вот мы вот здесь уже имеем сколько же имени длина имени дальше после этого сразу же следующие 2 байта это получателя и имя получателя и потом 2 байта это размер строки то есть непосредственно сообщение и вот это вот сообщение то есть ни байтом больше ни байтом меньше соответственно вот таким образом мы упаковываем тот кто получает обычно это сервер получает это сообщение он должен его распаковать либо десериализировать, разобраться, кто кому отправляет и непосредственно отправить. И здесь в такой же последовательности я читаю. Я вот получаю размер, общий размер всего сообщения. Дальше там сместился указатель, короче, где-то, блин, вот, где-то, 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 вот. Получил, вот, получил размер этого имени, там, отправителя. Выделил память, заполнил структуру, ну и т.д. и т.п. Короче, давайте, давайте, давайте проверим, давайте поставим точку останова и запустим. И, наверное, оно будет долго собираться, хотя нет, недолго, и запускаться не долго. Теперь смотрим, вот упаковка, то, что мы отправляем по сети. А вот то, что мы должны, как бы, когда получим этот поток байт, вот, все должно вот здесь заполнено точно так же быть. Упаковали, вот он наш буфер, что-то он тут не раскрывается, ну да ладно. И теперь, вот идет unpack message, соответственно, десериализация. То есть мы получаем поток вот этих байт, и теперь нам нужно восстановить это состояние. F10, нажимаем F10, и все, все точно так же. Коля, Вася, есть что. Все отлично. Так, 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 вот. Ну и, соответственно, иногда это позволяет, вот такие способы, экономить банально память. К примеру, если у вас будет время, посчитайте, что такое саппл. Не этот саппл, а вот такой саппл. Вот, то есть это GPS, там идут данные, и штука такая, очень крутая, к примеру, есть структура, в которой там какое-то значение. Вот чар, ну там на спутнике хранятся информации, там, к примеру, тип спутника. Этих типов спутника, ну, к примеру, может быть там 4 штуки. Ну, 4 различных варианта. Там оно хранится в чаре, 1 байт, да? Но всего возможных вариантов 4, так? Ну, к примеру, значит, оно это все упаковывается добро и шлется, то есть генерится сигнал. Но в этом сигнале уже идут не отдельный байт. Зачем? Если всего лишь, может быть, 4 варианта. Ведь для этого же можно 0, 0, дальше 1, 0, 1, 1, не, вот так вот, 0, 1, е-мое, запутался, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Смотрите, 4 варианта, 4, и на это уходит 2 бита. Соответственно, это упаковывается в 2 бита. Дальше идет, к примеру, тип спутника. Если это тип спутника, к примеру, там, военный, там, то, ну, к примеру, если военный, то потом идут там какие-то, что-то там еще, короче, идет. Ну, какие-то 2 значения. Если же это не военный спутник, гражданский, там, гражданский, то набор данных там больше, вот такой. То есть 3 единицы информации, а там 2 единицы. Соответственно, к примеру, вот здесь, опять-таки, о типе спутника, да? Ну, к примеру, следующей информацией после типа спутника может быть военный и гражданский. И каждый из них тоже может иметь свой тип. Соответственно, если там да или нет какое-то, то у нас, то у нас, вот, к примеру, это военный, там, 0, 0 идет. Ага. Дальше. Идет вот такой флажочек, то есть это true или false. То есть, понимаете, там true или false упаковывается в 1 бит. И дальше, если это единичка, то мы там дальше какие-то данные там пихаем, вот. Короче, крутая штука. Я, наверное, плохо объяснил, но извините. Вот. Но в любом случае, этот протокол очень крутой тем, что там все упаковывается до бита. Там лишнего бита нету. То есть, то же самое true или false в 1 бит уходит. Все. Не надо хранить для этого переменную интовую, которая будет занимать 4 байта. Это там она будет занимать, там, 4 или 1 байт, но все это настолько жестко упаковывается, соответственно, нужно меньше времени на генерацию сигнала, там, меньше энергии и т.д. и т.п. Короче, очень крутая штука. Надеюсь, я вам объяснил, что такое сериализация, где она используется. Вот. Пишите, задавайте вопросы, не забывайте про эту рубрику, обязательно пишите, комментируйте и ждите ответов на свои вопросы. Все. Всем спасибо за внимание. А, я же забыл сказать вам всем, что я забыл правильно. Подписываемся, делимся там. Что-то еще там надо было. А, ставим лайки. Ну, и так далее. Надеюсь, вы это все и так знаете. Поэтому все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.